Аплодисменты Секрет бизнеса заключается в том, что в бизнесе люди это очень наблюдательные вещи. Бизнесмен это очень наблюдательный человек. Он везде видит подсказки. Бедные люди, они вообще ничего не видят. Даже носок, который висит уже полгода где-то на люстре. Или пыль, которую видят гости, которые пришли в гости. А сами хозяева квартиры этой пыль не замечают. Не до мелочей. Им очень важно переживать о том, какой ремонт сделала подружка. Какой муж с полочкой, как мало денег, за кого я вообще вышла замуж, а обещала золотые горы. Хотя он в принципе ничего не обещал, он просто была влюблена. И все казалось все так шикарно. Все, что он говорит, это вообще бомба. Все, что он делает, это самый мужественный мужчина. А потом люди привыкают друг к другу, уже не замечают каких-то они подвигов, ничего, это само собой разумеется. Как говорят, есть такое высказывание в жизни, когда люди женаты там друг с другом, через 11 лет совместной жизни или через 13, это уже они воспринимают друг друга не как муж и жена, а как брат и сестра или как родственник. И все. То есть уже так прилагаем к жизни. Прицепилась, потому что так, вот, получилось. Ребят, ну давайте посмотрим вам, недаром это все было написано, что висит здесь перед вами написано. Как вы думаете, к чему это? У кого из написанного есть какие-то проблемы? Вот здесь написано все верно. Почему и попросил, чтобы это все выставить на показ на экран. Поднимите руки, у кого не так. Вот, там самодостаточность. Когда у тебя В12, В12 объясняют, что это так для женщин. Это мощь двигателя. Есть В6, я не знаю, 4 есть? Маленький, да? 6, В8, говорят, В8. То есть за ним не уходишься. В8, там моща, там сколько лошадиных сил. То есть табуны такие, да? А В12 вообще самолет. Когда у тебя В12, ты перестаешь доказывать свое превосходство. Ну, неинтересно, а что? Я сейчас нажму и ушел. Нет, ну, нет. Превосходство показывают жижки такие, знаете, упавшие, когда их роняют на асфальт. Вот вы идете, а она лежит на асфальте. Думаете, как она ездит? Ну, она там приподнимается, подушку они ей сделали. Дешевые колхозные понты, я это называю. У нас там в Англии это армянские понты. То есть армяне они так вот любят. Пятерочку, семерочку купил, губы накрасил, уронил на асфальт. Потом едет, музычку включил, багажник так, знаете, двери открываются, багажник подпрыгивает. И он сам там весь подпрыгивает. Потом, привет, Вася. Шо? Он не слышит уже ничего, потому что у него там сабвуфер стоит, ему надо, чтобы музыку в соседних кварталах слышали. Это его самоутверждение для самого себя. То есть он знает, что он слабак. Он знает, что в подворотне он спасует. Он знает, что машину могут забрать, когда кинжал в шею. Он все отдаст. Но понты. Вот это вот набросок на себя внешнего, чтобы его не тронли. Откуда понты? Это, чтобы меня не тронли. Мужчина так разговаривает, чтобы вы знаете. А вот. Превосходство на светофорах. Ты просто знаешь это, что ты мощнее. Когда все получается, ты перестаешь хвастаться. У меня всегда был вопрос, зачем ей 2, 3, 4 цепочки. Потом какой-то у меня ответ. Думаю, это я на день рождения подарили, это я там еще кто-то подарил. У нас память подарили. Я там все это гирлянды эти вешают на себя. Дамы, вот соседка, у нее одна цепочка, у меня 4. То есть я 4 раза, то 3 раза кручен ты. Вот люди самодостаточные прекращают доказывать всему миру о своей самодостаточной. Они просто самодостаточность, они просто делают то, что они делают. Понимаете? Поэтому вот эти все помощь детскому фонду, еще что-то, 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 помощь. Это крик того, что эти люди, эта фирма не самодостаточная. В Библии написано, если ты помогаешь, делай это в тайне. Бог увидит в тайне, воздаст тебе явно. Люди, которые бьют себя в грудь и кричат, я вам помогаю, это значит, они требуют уважения к себе. Люди, которые подошли тихонько к бабушке, к соседке, молча, помогли ей. Бабушка, батюшка, все нормально, Бога, благодарите. Когда-то компания МММ делала, что они там? Бесплатный проезд. Бесплатный проезд, да ладно. Вот в Москве, как это называется, система? Не система, а красоты, красоты. Конкурсы красоты она, да? Они там организовывали, для чего? Они там вкладывали деньги чужие, народные. Деньги, да? Людей. Не свои же средства. И вот конкурс красоты там, награждали, все вот эти рисовки, вот это все, понимаете? И к чему пришло все? Вот эти рисовки к чему привели? К краху. Взлетаешь, падаешь. Взлетаешь, падаешь. Это энергетика. Люди совершенно не понимают, что их поступки отслеживаются. Нам кажется, мы сидим тут тайно, что-то насочиняли сами себе, напридумывали, никто ничего не заметит. Скажите, вам приятнее видеть людей в костюмах, либо в повседневной одежде? Ну, какой приятный человек. А сами чего ко мне в повседневной одежде приперлись некоторые? Я для вас пришел в костюме. Вы хотите научиться бизнесу. Так? Люди, которые совершают одни и те же поступки, но хотят получить разные результаты. Такое бывает? Ты совершаешь одно и то же, но хочешь получать разные результаты. То есть ты жаришь картошку, хочешь получить винегрет. Жаришь картошку, теперь борщика захотел. Такого не бывает. Без картошки пельмени не делают. Нет, может кто-то делает. Такого не бывает. Поэтому следите сами за собой. То есть самое главное, вот, насколько вы самодостаточны. Ваши знакомые вас увидят. Если мы всему миру тверд... Я не знаю, там, убеждаем весь мир, что я умный, да вот посмотри, это сделает хвастовство. Люди это не воспринимают. Люди воспринимают лишь то, что у нас конечно. Вы купили новый костюм? Не надо, они увидят. Не надо, кричьи, посмотри, какой у меня костюм. Да уже они увидели. Ты один костюм купи, и я вам просто советую, надевайте костюмы. На такие события, потому что у нас люди почему-то костюмы надевают только на свадьбу и в гроб, когда их кладут. Почему они не могут за собой ухаживать в течение всей жизни, чтобы быть опрятным, потянутым? Ну чего, в гробе когда хоронят, во что его одевают, человек? В костюмчик. На свадьбе тоже в костюмчик. А в повседневной жизни он ходит, я не знаю, зачем ему костюм в шифонере. Вот задайте вопрос, тебе костюм для чего? Он ждет какое-то событие. Разве это не событие для вас? Кто сейчас видел маленьких детей? Все. Кто любит смотреть на маленьких детей? А что вы там хотите увидеть? Непосредственность. Непосредственность. Они настолько искренне открыты. Они настолько наблюдательны. Посмотрите в глаза ребенка. Она стоит девочкой, на маму смотрит. Ждет сигнала. Мама сейчас даст сигнал, куда ей идти. Она сама не идет, она не знает, куда идти. Но мама ее ведет за руку туда. Понимаете? Посмотрите, они нарядные. Они идут в платьицах. Мама выбрала платье, и она подчинилась маме. Она идет. Сейчас будет праздник. Понимаете? Для вас, я думаю, тоже праздник. Некоторые барышни у нас в костюмах, в платьях. Ребята, кто-то додумался рубашки надеть с брюками. Кто-то на тренировку пришел. Он, как Саня, в кроссовках или в футболке. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас воспринимали серьезно, начните воспринимать серьезно людей. Наше несерьезное отношение к людям дает нам постоянно, знаете, конечный продукт несерьезности к нам. Если мы хотим урвать от людей деньги, у нас их никогда не будет. И если мы хотим, чтобы у нас были отношения с людьми, у нас будут отношения с людьми. Не в деньгах счастья. Вот, глядя, портфель прикольно. Смотрите, я сейчас вам зачитаю один абзац. Вообще, все подсказки вокруг нас и книги вокруг нас, мы просто их не замечаем. Книжка «Харизма». Эти книжки, они не засекречены. Просто одни люди их читают и что-то замечают. А другие люди их читают и ничего не видят. Результаты, которых вы достигаете в жизни, зависят ни много ни мало, на 85%, от того, как вы умеете находить общий язык с окружающими вас людьми. В чем подсказка, кто заметил? Результаты, которых вы достигаете в жизни, зависят ни много ни мало, на 85% от того, как вы умеете находить общий язык с окружающими вас людьми. 85% результатов в бизнесе – это умение коммуницировать с людьми. Если не будет коммуникации, то есть соединения, связи, обратной связи с людьми, а будет одностороннее. «Я пришел, вам расскажу, сорву деньги, убежал. Долго будешь бегать?» Ну, плачевно, в принципе, уже судьба тех, если вы уже неоднократно слышали, да, сорвал, убежал, нашли. Сорвал, убежал, нашли. Сорвал, убежал, не нашли, но сидит, как чмо, где-то там в селе, жрет купорку. Он деньгами не сможет воспользоваться, понимаете? Его ждут кто? Люди. Люди достаточно хитры и мстители, чтобы вы знали. Поэтому, если мы думаем обмануть весь мир, мы его не обманем. Он за нами следит, наблюдает и ждет из нас выжить все соки и силы. Поэтому, если вы разговариваете со своим знакомым о том, в чем его выгода, запомните, он хитрит. Он сидит и слушает, да, 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 моя выгода в этом. Хорошо, но смотри, если что-то не получится, я буду визжать на тебя, хай, тебя и черни. То есть, люди три раза, у них энергии хватает на то, чтобы вас поблагодарить. Ну, раза три. Он поблагодарит вас за одно и то же. Но если что-то не получится в его пользу от вас, он в 11 раз больше готов вас критиковать, не уставая, понимаете? Люди не устают критиковать и мстить за себя. Они немножечко забывают вас поблагодарить. Иисус Христос некоторых там людей излечил от слепоты и от проказа. Ну, знаете, один из девяти, кажется, я не помню, сколько их там было, или одиннадцати, не помню. Один только пришел и сказал спасибо. Он спросил, а где остальных? Он говорит, да, они же, как бы, у них все хорошо уже, они пошли. Поэтому мы почему-то думаем, что сейчас весь мир будет настолько благодарен, что вы им помогаете. Ничего особенного такого не произойдет. Я вообще ничего не жду ни от кого. Я живу своей жизнью, и Бога единственное, о чем прошу, чтобы я никогда не заносил нос, а оставался тем же Саше, который был всегда. То есть я не должен задирать нос, едешь ты на Мерседесе, либо как ты живешь, ты не должен задирать нос перед своими друзьями. Я помню юность, помню детство, как ходили в школу. Я точно так же с ними разговариваю, встречаюсь, совершенно не фыркаю там через губу. Это сила. В этом заключается сила. Когда мы умеем собой управлять. Тимофей, кружочки выводи. Смотрите, вот мы в середине. Это кто? Тимофей, это ты показываешь? А где мой этот? А вот он я. Вот смотрите, мы в середине, да? Это наше эго. Вот мы такие вот. И нас, у нас есть ополочка, вот она такая, да? Синенькая. Вот если мы чего-либо хотим добиться, у нас есть такие картинки. Сила воображения. Все из вас умеют включать силу воображения. Вы можете себя представить, каким вы хотели бы быть. Но есть, да? Поднимите руку, у кого нет силы воображения, себя не представляет никем. А, отборно нормально. Поднимите руку, кто хотел бы поднять, но постеснялся. Тоже нормально, хорошо. Значит, смотрите, сила воображения. Самый главный секрет, это сила воображения у людей. Мы никогда не выберем себе костюм, если мы не представляем, какой костюм мы хотим выбрать. И машину никогда не выберем. Мы зайдем в автосалон, что-то ходим, ходим, ходим. Менеджер уже подойдет к нам, понимаете? Спросит, здравствуйте, вы что-то заинтересовало? Может быть, вам подскажем, какие вам мощности нужны, какой комфорт. Человек говорит, я сам не знаю, что я хочу. Как вы думаете, как они будут относиться к этому человеку? Как относятся продавцы к человеку, который заходит в магазин и битый час ходит из угла в угол по магазину, тут уборщица уже бурчит, выль подымает, то есть на него уже смотрят перископы. А он сам не поймет, что ему надо. Скажите, много успеха у такого человека в жизни? Много у него уважения от его окружения? Вряд ли. А в чем причина? А причина в нем самом. Он сам с собой не работает, он силу воображения не развивает. Сила воображения, ну представьте себе, я беру сейчас лимон и очень остро заточенный нож, разрезаю лимон напополам, начинаю его выдавливать, течет сок лимона, я начинаю его лизать от отцов. Что вы сейчас чувствуете у себя воображения? Представляете, насколько у вас сила воображения? Значит, вы можете стать победителем, если представите себя победителем. Почему чемпионы становятся чемпионами? Они себя проигравшими не представляли. Они видели чемпиона, как он себя ведет, копировали его поступки, его тренировки и становились чемпионами. Они не видели, что чемпион пасует и отступает. Отступает человек лишь тогда, когда ему уже, извините меня, не к чему стремиться. Поэтому, если у вас будут планки, которые вы все время повышаете, вы все время будете искать, к чему дальше стремиться, что дальше развивать. Человек, который перестает развиваться, он увядает и умирает. Поэтому пусть ваши костюмы вам пригодятся в жизни. Покупайте костюмы, обновляйте гардероб. Тогда вы будете куда-то расти и стремиться. Если у вас будет висеть один костюм, он ждет гробика тогда. Вот вы. Вы знаете сами себя, знаете все свои слабости, знаете, когда вы предавали себя. Ты уже мужчина для них. Уже как-то страшно, там медведи встать на всякий случай, на гавкатах, там волки, и все нормально. Весь джентльменский набор есть. И уже они у вас никак не гражданская позиция рассматривают. Ты же защитник наш, мы в тебя верим. А ты знаешь, что ты физически слаб, и ты сам боишься. Тебя же, извините за выражение, причмырили в жизни гражданская женщина. Ты же там под каблук залез, и они сидят там, смотрят на тебя. И вдруг ты, они тебя обтрушивают, и давай, решай. Вот мужчина должен оставаться всегда мужчиной, а женщина всегда должна оставаться женщиной. Вот это вот позиция матриархаты, патриархаты. То есть люди должны уважать друг друга. Потому что наша душа, живущая в нас внутри, она совершенно не отличает, кто мы там. Мужчина, женщина. Она и у мужчин плачет, и у женщин плачет, и радуется. И у всех, у любого рода племени, она и радуется, и плачет, и переживает, и не стареет. Тело, да, изнашивается, поэтому за ним нужно следить и ухаживать, как за автомобилем. Иначе вопрос такой к вам. Где вы будете жить, когда тело свое разрушите? А? Вы не поняли, где жить будете, да? Понятно, понятные круги. В костюме. Разгоняемые не нужны. Вот там. Здесь, когда мы живем, нас проверяют. На что мы пригодны? Нас сюда послали и проверить, знаете, как отсинтезировать. И дают нам различные ситуации, различные виды ситуации, смотрят, как мы будем себя вести. Есть у нас совесть или нет? Или мы совесть рассказываем, род свой закрой. Дай мне сейчас оторваться, пока молодой, здоровый. Вообще вы должны понимать, что где-то до 25 лет, на данный момент, раньше было до 30, сейчас гораздо быстрее есть возможность износить себя и состарить, чем раньше. Сейчас больше консервантов, там всего-всего, красителей. Раньше этого было мало. Поэтому молодежь сейчас гораздо быстрее, старее это изнашивается. Вот до 25 лет, как человек выглядит, это не его заслуга, чтобы вы знали. Это Бог его создал, а он молодой. А уже после 25 и в 35, если он хорошо выглядит, это уже он за собой ухаживает, уже за собой следит. Понятно? А то некоторые там хорохорятся, вот я молодая, я молодой. Тихонько. Ты еще молодой, ты еще организм не износил. Скоро успеешь. С каким-то образом жизни, когда подуспеешь. И вот мы, если знаем все свои слабости, но у нас есть тема бизнеса, допустим, да, и мы таких рывок делаем из самих себя. Да ладно, над собой работать не буду, пойду я сейчас им всем подрасскажу. Вы выходите, вас встречают родственники. То есть вы вышли из самого себя, поймали тему и родственники ждут. Вы приходите, слушайте, тут есть такая тема, и вас родственники ждут. Они помнят, как вы мимо горшка ходили. Они помнят все латки, которые вам там за платки ставили. Бабушка помнит, как она вам соки вытирала. Все ваши родители, там, мама, папа, они помнят ваше нытье. И вдруг вы пошли куда-то, три недели у вас дома не было, вы пришли отбуревшие от счастья, и кричите, сажаете их, начинаете их воспитывать. Что вы слышите? Они говорят, ты где вначале ходи, чудо? Какими путями чего ты наслушал? Так вот, ребята, первые, кто нас будет встречать, это родственники. Как мы тренируемся проводить презентации, все эти свои тематики, это родственники. И здесь мы смотрим и говорим, вы меня не любите. Ребята, вначале давайте, вы полюбите самого себя. Полюбить самого себя – это заставить себя быть в хорошей физической форме. Полюбить себя – это заставить себя надевать хорошую, красивую одежду, которая вам нравится. Я же вам задал вопрос, вам нравится, когда перед вами человек опрятный в костюме? Да. Поднимите руки наши уважаемые дамы, которым нравятся мужчины в костюмах, которые мужчины... Спасибо. Если мужчины увидели, да, там, периферийно, там, краем глаза, что женщины поднимают другу, им нравится, запомните, женщинам это нравится. А вот эти все фуфайки, треники, это все дела. Да, нам так удобно, там, зарасти, не бриться. Сейчас тенденция модная пошла, мужество предать себе, не бриться. Брутальность такая. Поднимите, мы у дамы будем спрашивать. Потому что нам удобно, это понятно. Мы бы ей волосы на зрях не... Какие, оно нам по приколу было. Смотрели, зарастали. Скажите мне, женщины, наши дамы, поднимите руку, кому нравятся бородатые мужчины? Вот как. Посмотрели на вопрос. Нормально? Хорошо. Я у женщин спрашивал, вы знаете, на... Вы... А? Да мне не верится. Все... А что ты попрился, мальчик? Я вам один момент скажу. Я всегда слышу, что говорят. И у нас, кстати, очень много дам, я занимаюсь сетевым маркетингом. Ну, как бы, я не... Я вообще бизнесмен, и для меня сетевым маркетингом, ты знаешь, что я там понатворил? Я там выстроил линейку. То есть они говорят, сетевым маркетингом, бабки бегают с лопанами, кульками, они же там продают, продают. Я выстроил... В 15 лет я уже, да, занимался этим, и команда оттуда начала расти. Я взял и выстроил позиции такие. Ты директор собственной фирмы. Потом мы находим в этой фирме активного человека и делаем из него, то есть как, тренируем его, чтобы он стал директором, обучающим его, как ему управлять собственной фирмой. То есть я создал очень много собственных фирм, я и так рассматривал. А они директора, и они все ответственны за свои структуры. Я их собирал, естественно, потом в штабе этих директоров, командиров своих подразделений, и мы уже решали какие-то позиции, тактические, стратегические уже действия. Это уже в армейском таком раскладе, знаете, тактика военных действий. Мы уже там, у нас были разведка, мы узнавали, о чем рынок говорит, что рынок хочет, о чем говорят конкуренты, чего от них ожидать, и разрабатывали такие игры. Поэтому я слушал, что они говорят. И они все там говорят, что вот небритый. Они сидят такие, вот небритый пришел там, тот-то. Тот небритый пришел. Я начинаю понимать сигналы. То есть они имеют в виду, что человек неухоженный мужчина, то есть не побрился. Я понимаю, что для них это крайняя степень разгильдяйства. Если, ну хорошо, поднимите руки мужчины, которые любят волосатые ноги у женщин. Когда ноги, у женщин волосатые. А, вот так. Так, а почему-то мужчинам кажется, что женщинам очень нравятся волосатые лица у мужчин. Понимаете? Как у обезьяны. Поэтому мы должны вот эти нюансы учитывать. Мало ли что нам удобно. Мужчинам может быть удобно, когда у них так, знаете, волос такой. Знаете, боксеры там, хоп, и волос из-под мышек такой. Я представляю, как он вонять начинает. Вот в казармах кто служил, да, в казармах кто жил. То есть мы прекрасно понимаем этот запах псины, когда оно лежит и воняет. Но вы должны знать, в мужском коллективе это не поощряется. Вонючих мужичков их постоянно, знаете, забивают, отторгают, ну, как любят женщины говорить, филологическим выражением, очень интеллигентным. Чмырят их. Подчмыривают. Вот, поэтому вы должны понимать, что вот эта вся масть, вот это все определение, вот это все отторжение, это человеку дает сигнал, это не значит, что его ненавидят. Ему уже говорят, слышишь, его отторгают. Но если человек зайдет вот так посреди, встанет посреди подразделения, скажет, ребята, я прекрасно понимаю, что я чмо в ваших глазах, но мне это так надоело. А давайте я как-то вот буду вместе с вами эти все нагрузки выдерживать, вот буду стараться, вы просто поддержите, помогите, я готов. Коллектив наш не подставляет. Как вы думаете, чьи это слова, мужчины или чмошника? Так они это и ждут от него. Он уходит там, берет, он нацепит наше и ноет, и себя жалеет. Не надо себя жалеть. Нужно побеждать эти слабости. Если человек мечтал стать сильным, то Бог ему дает что? Различные ситуации. Победив эти ситуации, человек становится сильным. Никогда сила нам не падает вот с небес. Бах и ты стал сильным. Нам дается картинка, сила воображения. Вот смотри, вот так вот мужчина выглядит, а этот вот так выглядит. Какой тебе нравится? Вот такой, как он действует? Вот так. И значит мы должны копировать его поступки, понимаете? Вначале. А потом мы уже становимся едины, это уже наш стиль. Поэтому, когда мы побеждаем самого себя, родственники это начинают замечать. Родственники начинают это замечать. Как только у нас появилась тема, появляются родственники, которые нам задают вопрос. И если мы не отвечаем на этот вопрос, то родственники нас сдерживают вот этой окруженной позиции. Они нас не выпускают с этой тематикой, чтобы мы не позорили фамилию нашим друзьям. Они нас любят настолько, что нам говорят, а вот это, а вот то, а ты с чего взял? То есть они нас экзаменуют для того, чтобы мы сами себе ответили, уверены мы в том, что мы говорим или нет. Это не потому, что они нас не любят и не верят в нас. А нам кажется, вот они меня не любят, вот они против меня ополчились. Да, они нас тренируют, понимаете? Это наши тренеры. И как только мы прорвали вот этот вот сдерживающий стенку самого себя, неуверенности в себе, нас встречают родственники. Как только мы убедили родственников, что мы сильные, они нас отпускают, нас встречают друзья. И друзья нам начинают задавать вопросы и рассказывать, кто мы, как мы, что мы. Понимаете? И как только мы убедили друзей, что это все работает, они говорят, ну покажи нам, докажи. Мы собственным примером это показываем, родственники это уже заметили, друзья потом это заметили, мы вырываемся, и нас ждут знакомые. И говорят, ну, расскажи. Если мы уже победили себя, мы набрали скорость, мы рванули к родственникам, они увидели нашу скорость, они видят горящие глаза, видят поступки, видят изменения, они нас начинают уважать, друзья нас зауважали, потому что видят нашу скорость, видят изменения поступки. Знакомые тоже это заметят. Уважение наших родственников, друзей к нам. У нас будет совершенно другая энергия. И тогда мы убеждаем наших знакомых в том, что мы поменялись, что у нас все по-другому. И тогда мы вырываемся из этого круга, и нас встречает социум. Люди разные, с разными судьбами, с разной энергией, с разным пониманием. Вот смотрите, сколько кругов ждет нас. А мы почему-то хотим обмануть судьбу. Смотрите, что мы делаем. Мы, зная свои все слабые стороны, рвемся, родственникам ничего не зачем, они меня не уважают, друзей трогать не буду, они меня уже ржут с меня, знакомых не буду. Я уже обгадился, я говорю, пойду я, солнцу мне сейчас помашу. Вы кого обмануть хотите? Что-то у кого-то получилось обмануть уже людей. Нет. Куда же вы говорите? Нужно победить самого себя. Сегодня в 4 часа закончится тренинг. Милости просим в гиблые места, на горы, на горках на этих, на водяных. Страшно? Побеждай себя. У них вода так течет, которая вас будет по центру вести. Страшно? Кричи. Захватывая дух, выдыхай. Запомните, в спорте, когда идет нагрузка, надо на выдохе работать. Все время выдох, выдох. Краткий вдох. Он говорит, а когда же дышать? Дышать ты будешь. Ты помни, что надо выдыхать. Тогда у вас инсульта не будет, инфаркта. Выдох, все время выдох. Инсульт, инфаркт, это когда ты замер. Забежал дыхание. У тебя уже вены вздулись, уже сигнал, уже дыши, дыши. А у тебя там и сосуд может лопнуть. То есть ты должен выдыхать. Даже когда нырок под воду идет, я все время там выдыхаю. То есть я держу дыхание, я ныряю очень глубоко. Кто с нами был в Крыму, отдыхал на каникулах, мы ребят выводили, они некоторые в шоке были, потом текали от нас, чтобы с нами не ходить на скалы, не нырять, потому что там опасно. Мы ныряем в такие глубины, там метров на 7, на 10, уходишь в глубину, и там еще такое, знаете, пещерка, голову просунешь туда, и ползешь такой тоннельчик, и вынырнуть под другой скалой, чтобы. Ну, благо ума у ребят хватило, за нами не полезли. Один Вить как гоноро полез. Он почему-то, я ему говорю, а что если я там застряну? Витя, не бойся, мы спасем. И он так верил в меня. Я вынырнул. Смотрю, и Витя вынырнул. Витя, ты что, за мной? Ну да, вы же сказали, спасибо. Ну, пошутил. Я говорю, как там сейчас бы застрял? Тут сам еле добираешься, еще за тобой там нырять. Потом мне пришлось еще три раза нырять, чтобы коридор показать. Там получилось, как-то солнце уже с другого угла светило, а там темновато было, что-то вода подмутилась, то ли волны были. И он говорит, Александр, я так и не понял, когда вы туда нырнули, вы ушли влево, а потом я еще по тоннелю пошел и вправо, и вынырнул там в лагуну. Так я не понял. Я говорю, давай за мной, в ущелье так ныряю, ухожу. И опять ушел. Он нырнул, я вынырю, смотрю, его жду, нету, нету. Обхожу скалу, он сидит со всеми там. Александр, так вы как-то быстро ушли, я так и не увидел. Я там ныряю на эти десятки метров, там и так, знаете, давление. Ну, благо, там продуваться просто надо, когда ты нормализуешь давление. А вот. Говорю, ладно, смотри, показываю последний раз. Короче, мне на третий раз он за мной уже ушел, не потерял, просто следом уже шел. Но у него ласты, он почему отставал, то есть длина ласт, если длина ласт, ну, длиннее, размах, ты пошел в скорость, а я бы купил его друг, который о нем заводился. Вот такие вот ласты. Знаете, сейчас мода какая-то, как-то, жаба попала под гильотину, там, ноги раздавали, ух! Говорит, Витя, а ты как в них плавать будешь? Он вот этим мешкрябал, а еще манера, то есть, они же вот должны, дайверы, ластами вот так машут, плавно и скоростно. Он не знал этого, он как вот в вставках привык у себя плавать, и он вот так вот. Говорит, ну не надо так отталкиваться. Ты застрянешь где-нибудь в щелке, там, когда плывешь в щелье, ты же должен проходить и проплывать, а он тебя разобрет, и мы будем тебя потом там чем-то вытаскивать. Так вот, побеждать самого себя, сегодня идите на горках покатайтесь, в фитнес-зал сходите, начните делать то, чего вы не любите. Понимаете? Ваше тело вам показывает о вашей лентяйности где-то. То есть, где-то жирки накапливаются начали. У вас это, вы себя никогда таким не представляли, вы никогда не любили себя таким, даже и не нравилось. Но мы начали себя прощать, потому что мы ленивы. Ведь нагрузка физическая, это все-таки нагрузка. Проще. Скажите, что проще, делать или не делать? Проще не делать, правильно? Сделать физическую нагрузку или не делать физическую? Проще не делать физическую нагрузку. Поэтому люди выбирают очень простые способы. Я обману и не сделаю. Кто там узнает? Тело начинает нам показывать, результаты в жизни начинают нам показывать. Кошелек раскрываешь, он нам показывает. Деньги они вообще любят своего хозяина, если хозяин очень собран из головы. По каким заменениям он их носит? Они за ним наблюдают и фиксируют. Чем пахнет его кошелек? У меня кошелек все время пахнет какими-то такими, знаете, запахи такие, одеколонов разных. Я понимаю, они там пропавшие такие, нравятся. Они друг другу потом находят и рассказывают. Пойдем к нему, у него хорошо, он нас водит по хорошим магазинам. Я, значит, в том магазине был, я в том, я, значит, в том мотеле был, в тех государствах мы были, там вся. А это, я к этому не пойду. Вечно в карман вонючие заслуги. Тут в топивную мушку мне притащат, рикбаби мани на самогон. Я там никого не знаю, там все хамлюки, там мобилиации. Я туда не пойду. То есть, запомните, вокруг нас очень много сигналов и рассказов, и они за нами наблюдают. Самая стабильная развивающаяся компания в мире. Да любые бизнесмены с этого клоуна будут сосны. Такого вообще не бывает, потому что чтобы стабилизировался доход, дайте хотя бы полгодика. Мы посмотрим, в какой динамика идет развитие. Через год уже подведение итогов. Что было за год? Поэтому, ребята, сейчас я через 7 минут Александр Ивановский приготовься, ты хотел по Фейсбуку людей поучить. Да? Как работать в Фейсбуке. Вот. Поэтому, ребята, работа над собой и знаете, что есть харизма. Как вы понимаете слово харизма? Что это такое? Мини-осполагатель. Есть. Да, это тоже туда входит. Детика человека. И это туда входит. Умение завлечь, как бы, привлечь внимание к себе. Да. Чтобы тебя слушали. Да. Силой излучения, исходящей от любой личности, дело обстоит так же, как с физической формой. Чтобы достичь высокого уровня, надо регулярно тренироваться. К чему это я прочитал? Харизматичные люди, это люди, которые занимаются собой регулярно. Нам кажется, что это, так знаете, дар свыше. Каждому из нас дается дар. Вы его распознали в себе дар, который у вас есть? Или вы копируете неудачников? В каждом из нас есть дар. Я не математик. Я этим не стал заниматься. Я заглянул в себя и посмотрел, что я люблю делать, что мне нравится делать, что я готов делать и днем, и ночью. Я заглянул и начал именно эти вещи развивать. Понимаете? А не какие-либо другие. Кто из вас работает на нелюбимой работе? Руку поднимите. Есть. Кто работает на любимой работе? Вот я рад. Кто вообще не работает тогда? Спасибо. А кто и не поднимал руку вообще, чтобы я там не задал вопрос? Я понял. Почему? Я еще не определился. Я люблю работу, но я не могу сказать, что это мое любимое, что я туда лечу. Прямо вот как... Из-за коллектива, из-за начальства и из-за графика. Есть разность. Посмотри эти все нюансы, потому что если ты любишь работу, но тебя не сильно тянет, значит, там какая-то есть причинная помеха. Но иди ее, иди. Прекрати обращать на нее внимание. Прими как состоявшийся факт расслабься. Сабайби. Ахмедшин, что такое Сабай-Сабай? Сабай-Сабай. Ну, это не бавится. То есть расслабиться, да, и принять как... На Востоке есть такой, знаете, совет. Если ты не влияешь на кризис и на ситуацию, расслабься. Если ты влияешь на кризис и ситуацию, расслабься тогда. Зачем об этом думать? Все равно ты потом влияешь и порешаешь. А если ты не влияешь и не порешаешь, зачем об этом думать? Поэтому живите здесь и сейчас и занимайтесь теми вопросами, которые вам нравятся. Вот. Поэтому вот, если есть вы, то есть у вас родственники, есть друзья, есть знакомые, есть незнакомые. За нами все наблюдают, так, как и мы наблюдаем. А нам кажется, мы за всеми наблюдаем, нас никто не видит. Все видят. Женщины почему-то пытаются убедить своих знакомых. Не надо. Ваш маникюр и степень ухоженности они видят. Рассуетесь, пойдете в сауне, и педикюр еще увидят. Но вам не скажут. Все ваши гардеробы, и платьицы, и халатики, они все это видят. У мужчин точно так же. Просто мужчины более брутальные, более тяжелые такие, а мы на это акценты не ставим. Но подколоть можем друг друга. Скажите, пожалуйста, где самое большее происходит проблем в общении, в отношении? В женской сауне или в мужской? Почему? Мужчины обсудить? Нет. Мужчины там не обсуждают. Там ржут, они там, подкалывают друг друга. Я как-то задумался, а что, если женщина подколет другую женщину? С раком. Я не... Пару капель в багалку. ...перекуплюсь, как я хотел это себе представлять. Я просто сидели мы в сауне, и среди мужчин, как обычно у нас, подколки, ну вот это вот, знаете, посмея, ну прощупать силу его. Сильный человек, он не обижается, запомните. И почему мужчины подкалывают? Они проверяют, ты слабак или нет. Можно с тобой в бой пойти? Можно с тобой грузчиком пойти? Можно с тобой в горы пойти или нет? Потому что в армии слишком все монотонно и однообразно в казармах. А вот у солдат и солдаты, они вот на таком юморе. На сборах, если сборы, да, проходят бывшие военнослужащие, профессионалы, они тоже там подкалывают в казармах. Там все тоже делится. На тюрьмах, на зонах там тоже свои отношения к казарму. Единственное, в армии казармы их еще и по тревоге поднимают, и марш-броски. А на тюрьмах они просто там сидят, чиферят и работают. Все. Поделили они там свою айерархию. Вот. И получается, что у женщин, конечно, больше напряжения и опасности. Вы как среди акул живете, так друг с другом. А вот. У мужчин так среди волков. А там акулы. Тяп. Вот. Поэтому, знаете, есть вы и есть все вас, что окружает. Я вам нарисовал. Вот этот мир вас держит в таких вот окружениях, в таких рамках. Если вы сильная личность, наберете скорость, вас никто не удержит. Локомотив, который набрал скорость, ничто не может удержать. Он все сшибает на своем пути. Локомотив, который не набрал скорость, ему положить вот так, знаете, под переднее колесо, под любое колесо, положить, как вам сказать, костыль. Башмак. 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 Да даже костыль положить. Он не сдвинется. Он его не сдвинет. А? Конечно, можно положить. Ну-ка, ну, знаете, вот костыль, это такой гвоздик, вот с такой шляпкой, чуть-чуть угол наклона у него, и все, он не едет в локомотив. Он скорости не набрал. Человек, который получил информацию, и он думает, сейчас я всему миру расскажу, ничего не получается. Человек, который в себя не верит, у него нет скорости, у него нет силы. Мы должны развить скорость рывка самого себя. Как только мы рванули, то самое тяжелое, это начать путь. Идти. Это начинается борьба. Я сильный, хочу, я не хочу, мне лень, мышцы напрягаются, я не готов, сейчас нет настроения, может быть завтра, может с понедельника, давайте со следующей четверти, помните в школе, все, по рвану, начну с понедельника, со следующего учиться. Хоп, четверть заканчивается, ну что ж ты, давайте вот со следующей четверти, ну точно, ну что ж ты, давайте со следующего полугодия, вот все, зуб на кон, ну что ж, ну давайте со следующего года, уже все, оп там все, я как начну учиться, с первого сентября. Закончилась школа, пошла жизнь Смотришь на этих людей понедельника Ничего не происходит У них постоянно, он откладывает Поэтому, если мы хотим успеха Давайте начинайте с себя С каждого утра, с каждого часа, с каждого мига Работайте над собой Увидели недостаток? Убрали Увидели недостаток? Убрали Услышали подсказку? Реализуйте Нельзя запламлять, вот у вас лежат листики бумажечки Что происходит? Один листочек это сегодняшний день Если вы сегодняшний день не решили Не решили планомерные действия Что вы запланировали Отложили на следующий день На следующий день придет другой листик С планами, с действиями, с судьбами И с проблемами И вы на этот листочек накладываете другой И у людей ворох Вот таких нерешенных проблем И они говорят, я хочу научиться бизнесу Убедите меня Докажите мне Зачем ему доказывать? У него мозг не работает Да Я вижу, что он настолько харизматичный Вам нравится, как я с вами разговариваю Что вы даже не записываете собственные миски Вы сидите на меня, слушайте У вас что у нас сегодня не работает? Можно записать Если у человека не работает мозг Бесполезно его загружать информацией Вот такой вывод вы можете записать Если человек совершенно не умеет думать И разбираться в людях Ребята, хоть из штанов выпрыгивайте Хоть из юга Хоть президента России приведите в гости Чтоб он убеждал Не в кабак Если эта книга говорит о харизме То я из этой книги Никакого кулинарного результата не найду То есть, ну, кулинарного совета Как приготовить мне какие-то там салат греческий А ну давай-ка на какой странице Нету Если у человека Интерпретирую Если у человека в мозге Заложена информация Какой-то там инженерии По строительству мостов Мы не можем с ним разговаривать О каких-то там финансах Понимаете? Об экономике И он инженер Его задача Правильно Конструировать Правильно Конструкцию То всю Там давление Углы наклона Крепление Там А вот эти все Как там подрядчики Подвезут Когда комплектующие Там договора Это все А он этим не занимается Это и вообще не его прерогатива Понимаете? А мы порой лезем В какие-то дебри Сидим рассказываем человеку Который даже не в поиске Мы залетаем Слушай Вот тут такая есть тема Ой, ты знаешь Мне это неинтересно А ты не понимаешь Можно ехать отдыхать Я не хочу отдыхать Я люблю работать Ты не понимаешь Ты вообще Чувяк там Надо ездить Отдыхать Сколько можно Ты как дура выглядишь Там Посмотри на себя А, ну спасибо за комплимент Та-та-та Тьфу на тебя Я больше к тебе не приду О чем вообще речь? Нам дают сигналы Нас успокаивают Нам говорят Мне нравится работа Сигнал лишь только тот Нужно услышать Когда человек говорит Не хватает денег Вашу переписку я читаю Никто ее не использует У меня такое ощущение Уже Сколько там Александр говорит Кто пятый раз на тренинг Кто Ездят Меня смотрят Как на спектакле Побыли Ушами похлопали Довольны Как словно уехали Все забыли Ну тетрадки открывайте А что ей открывать Там ничего не написано Мы же сидели Вы слушали Поценили Хорошо говорит Красавчик А что ты ехал Денег заплатил За тренинг Нормально Меня поразвлекали Так вот У кого есть аккаунт В соцсетях Вообще в любых У всех Отлично У кого есть аккаунт В фейсбуке Ага Мало А почему нету остальных Ну какие обычные аргументы Мне казалось это сложно Сложно Русский аналог Есть просто Русский аналог И по разумнению Там надо друзей искать А вот Спасибо Тимофей Это мы летели С Челябинска Да по-моему Или уже с Москвы С Москвы Сюда в Казань Я открыл журнал Аэрофлот Там на борту у них журнал Каждый месяц они выпускают Обновляют И вот там Вот такая вот Интересная На мой взгляд Страничка была Интернет и стартапы в России На данный момент Рынок Российского Интернет бизнеса Один триллион рублей Представляете Буквально Десять лет назад Такого даже Ну если бы сказать Ну дурак Да ты совсем Там что-то в интернете Кто-то будет 59,9 миллионов жителей 60 миллионов России Выходит В сеть Хотя бы раз в сутки Хотя бы раз в сутки Ну чтобы вы понимали Что такое соцсеть Сеть это уже Понятно Да как-то связанные Друг с другом люди Сеть Связанные Одной сети Помните Шесть миллиардов рублей Стоит объем Фонда развития Ну это понятно Уже даже на правительственном уровне Создаются фонды Которые поддерживают Интернет инициативы Даже правительство Это понимает Если мы еще Не Не одублились Если так проще На сленге говорить Да То уже пора это делать Если мы собираемся Как-то менять свою жизнь Потому что Первая соцсеть Какая была Кто знает Кстати Нет Выходите вы из подъезда Помните Да Это первая соцсеть Там же и бабки крутятся Как вы думаете Как началась Украинская революция Где она началась Правильно Соцсетях Все началось оттуда На что нас подбивают Ни на что абсолютно Я просто показываю вам то Хочу чтобы вы увидели На что Способны соцсети Да А еще больше На что способны Организованные Исплоченные люди Коими мы Становимся Под руководством Александра Научившись Взаимодействовать Друг с другом Перестав думать о том Что мы можем Кого-то обмануть Когда я читаю В соцсети Переписки У нас же есть Чаты В которых люди пишут Проблемы у всех Они и те же Независимо от Географической позиции Люди Везде одинаково Реагируют На хамство На раздражение На эгоизм На доброту То есть реакции На улыбку То есть Что ты хочешь От мира Отдай это миру Если ты хочешь Банке взять деньги Принеси в банк Деньги Ты получишь Тогда гневодейки Если ты хочешь Взять займ Тогда ты получишь То, что тебе Придется отдавать Ты занял У тебя начнут Забирать Ну если вы так Наблюдали За жизнью Если вы банка Заняли И не хотите Отдавать У вас будет Плохая история И за вами Пойдет охота То есть Один день наелся Все остальное Жизнь голова То есть Наблюдайте За вот этими Поступками Действия своими Поднимите руки Кто видел Бизнесменов Удачно Состоявшихся И успешных Которые в жизни Вообще Ничем не рисковали Руки поднимите Может я там Как бы Еще раз Ты видел таких Которые ничем не рисковали А, ты не понял Вопрос Все бизнесмены Мира рискуют У них ставится ставка Они берут кредиты И достаточно большие Объемные кредиты Но они Рассчитывают Бизнес-план Они общаются С людьми Люди Говорят Обещают А они с ними В контакте Как вы думаете Они спустя рукава Сквозь пальцы Отпускают Эти все обещания Либо они Постально на контроль Они в контакте С теми людьми Которые обещали Постоянно А что делает Бедный человек Он занимается Важными вопросами В жизни Да Или срочно Кто в армии Армеец Кто служит в армии Скажите Какой плохой командир В армии Который делает все сам Который делает все сам Это плохой командир Командир от слова Командовать Кем? Подчиненными Он должен Путем страха Их заставить Путем Авторитета Харизмы своей Он должен Договориться с ними Ребята Значит вы выполняете Вот эти вот условия Да Значит С Давайте С 11 до 2 Вы выполняете Поставленную задачу Я в это время Подготавливаю вам Обед Наше подразделение Будет сыто и накормлено И Будет в тепле Отдыхать Я об этом Позабочусь Я заботусь о вас Вы не подставляете меня Хорошо? Я так Командовал У меня Ты узнавал Где Взвод материального Обеспечения Понятно, да? Это самые разгильдяйские Взводы и роты Но мой взвод Был в передовых Когда я его принимал Он был в салице Ну Шараж-монтаж И хаос И анархия Полга Ну все на выездах Все на обеспечении Никого не соберешь А там должны машины Быть в порядке Автопар должен быть В порядке По тревоге Они должны быть собраны Даже повара То есть там сам инструктора Понятно, да? Банчики Там все Там все Возвлад, который обеспечивают Взвод материального обеспечения Так вот он по дисциплине Был на первых местах Знаете почему? Я с ним договорился Они не подставляют меня Я не ушатываю их Понимаете? Я же могу в любой момент Строить их На плацу И на кого вахту Которую подчиняться Ну так как они не хотели Морального вот этого Истерзания Я с ними договорился Они просто Меня не подставляли Поэтому вы можете договариваться Со своими знакомыми Так ты будешь стараться Работать на то, чтобы Нас не подставлять И меня не подставлять? Само собой Само собой Так давай договоримся Я тебе помогаю Ты мне помогаешь Хорошо? Я высчитываю Как тебе лучше А ты мне просто По-дружески доверяешь И позадаешь вопрос И тебе поясняю Хорошо? Только не так А что я должен? Чтобы этого не было А что я должен? Давайте лучше не начинать Лучше не начинать вообще Держите марку Держите свое лицо Сохраняйте свое достоинство Начните себя уважать И у вас раскроется харизма О харизме мы еще будем Разговаривать неоднократно На тренингах Перед вами лежат листики Там есть шесть слуг Которые работают на вас Их зовут по именам Что, почему, кто, где, когда, как Это их имена Они готовы вам служить Используйте их Они вам ответят на все ваши вопросы Если вы их не используете Вы не получаете ответа Но мы будем учиться Как с ними работать Чтоб они вам служили Героя и правду А теперь на обед Саша, у вас сколько раз здесь, в сзади? Вы сможете удивить Все зависит от вас самих А вы изменяете мир? По ночам я хорошо сплю Хорошо завтракаю Я вовремя приезжаю в школу И свалим в эту задачу на вас Теперь напишите своей мобильной И вот Это я Это я И Три человека И я хочу помочь Сделать что-нибудь стоящее Чего они не смогут Сделать сами А я сделаю Потом они так же поступят По отношению их еще к краю Будет 9 А я сделаю еще 3 И будет 27 Расследование будет здорово Поняла? Ну глупо Это хорошая идея Что? Глупость А там? Это доверие Люди клюют на доверие Ну и что? Делай как знаешь Ребя Ты гордишься собой? Нет Ты вообще не гордишься? Я не знаю Макасины Наверное Под костюм Из такой летний костюм Там же могут быть Такие Синеватого Оттенка носки На фоне синего Синего И черное Там может быть Синеватые носки То есть Старайтесь за всем Наблюдать И следить Если вы хотите Деньги в жизни Деньги они приходят К разумным Деньги не приходят К людям Которые ничего не понимают Сейчас разберем Богатых Бедных Мы поймем Почему У них есть Деньги У других Нет денег Кто боится мнения Хорошо По другому вопрос Ставлю Почему люди Боятся мнения Окружающих Зависят От мнения Я по другому Разверну вопрос Если вам Вашу маму Маму любите свою Вы дорожите своей мамой Скажите Вдруг Все окружение мира Против вашей мамы Ваша реакция Защищать А как же мнение людей Вы же только сказали Вы зависите От мнения От окружающих Так вот запомните Я никогда не предавал Своих друзей Дружбу Это начинается С пяти лет Со дворов Если я дружил С пацаном И вдруг Другой пацан Начинал его критиковать Я защищал моего друга Плевать мне То что он с ним погрыз Это мой друг Но когда в коллективе Вдруг кто-то Вам клевещет На того Двери закрывайте Вам клевещет На того Кто С вами дружен И вам помогает А он говорит А вот он Со мной так Разбирайтесь Вы вдвоем Не надо мне О нем грязь Идите Понимаете Следующий момент Если вы дружите С человеком Он с вами дружит Но в то же время У вас есть конкурент Который уже И так Вы ему объясняли И так Ну а этот человек Живет Понимаете Вот грязью Есть люди Живут чужой энергией Им надо Радоваться Если у кого-то плохо Для того Чтобы спасти человека Порой надо Размазать его Мораль И психику Полностью Стереть в ноль И пошел Заново жить Невозможно Катаясь в навозе Надевать сверху Смокинг Вонять будешь К одному мудрецу Пришел Молодой парень Сказал Помогите мне Испавиться От моих Плохих качеств От того Что я ношу Я слюсь на людей Помню О них Все плохое Я вот так вот Весь обидчивый Как мне перестать Обижаться Он сказал Ну возьми Пакет И каждый раз Как только ты будешь Обижаться на людей Кидай туда Одну карташинку Ну он так это Подумал Как от этого избавиться Он этот совет учел И каждый раз Как только он обижался Кидал Карташинку В пакет И он Единственная просьба была Говорит Носи с собой Этот пакет Везде Он ходил С этим пакетом И конечно Через недельку Полторы Начало вонять С пакета И он Уже обратился К мудрецу Говорит Я уже не могу С ним ходить Сильно воняет Все обращают Внимание на него Что мне делать И он Сказал ему Понимаешь Вот эта обида Которая В нас Вся закладывается Она начинает Вонять Рано или поздно Человек начинает Разлагаться До такой степени Изнутри Что ничего хорошего Он уже не видит Ему уже и предложение Поступает И все что угодно Его окружает Он этого не замечает Он воняет Протухает И не может Даже видеть солнце И радоваться Если бы этот человек Который завистник Который вас опозвал В эссектант Прошел вот здесь Где дети были Вы увидели детей Шла Добрая энергия Родители привели На праздник Своих малышей Наряжали Кому крылышки Подвешивали Сзади на спину И ребенок Идет у него Крылышки Ангела Кто там В платьице Принцессы Я так понимаю Они хотели Из нее сделать Либо снежинку То эти люди Как правило Находят К чему придраться Мама не в том одета Что она выперлась А это вообще А это что-то Они толкотню создают А там не так Обслуживают Там музыка Кромко играет И вообще Аниматор неправильно Тут внимание Уделяют Там этот Вообще Красная рубашка Петерс И что Он сидит Как палач На сцене Понимаете Вот Поэтому Вы должны Понимать Что И весь мир Может ополчиться Против вас Но он не должен Сломать вас Если вы идете С созиданием В этот мир Ну и толку От вашей жизни От нашей жизни Если мы Прожили эту жизнь Как все Чем мы Вечались Я вам сегодня Говорил о харизме Вот Харизме Сейчас процитирую Ага Нормально Силой Излучения Исходящей От любой Личности Дело Обстоит Так же Как с физической Формой Чтобы достичь Высокого Уровня Надо регулярно Тренироваться Это о чем Тут говорится Развивать Свою доброту И заботу О людях Нужно Ежедневно Тренируясь Не то Что Когда-то Я там Кому-то Помог И все Мысли На полях Смотрите Как я книги Читаю У меня Здесь все Здесь у меня Все Обозначено Видите А на полях Я записываю Резюме По поводу Этой страницы Сейчас Слава Богу Россия Уже На устах Всего мира Как государство Чего это там Агрессор Да Страшно Она военные Технологии Развивает Войнопромышленные Комплексы А у 90-х Про Россию Другие Излучные Все Продается Стреляют Друг Друга От жадности Не поделили И т.д. Понятно И что Россия Была слабачка Вот что Ходило На западе Сейчас Они боятся Конечно Поэтому Живете Уважайте Тех Кто вас Окружает Тогда Эти люди Начнут Уважать вас Хотите Научиться Как равнять Дела И свои ошибки Которые Вы совершили И они все Вас критиковали Да Смеялись Вот Либо родственники Либо друзья Знакомые Поднимите руки У кого гармоничны Отношения С родственниками Поднимите руки У кого проблема Так Есть Значит Ваша проблема С родственниками В том Что они знают Ваши слабости Ваши ошибки А вы еще С ними Об этом Не поговорили Текст Такой Я прекрасно Понимаю Что я совершал Ошибки Я знаю Что я В ваших глазах Не очень серьезный Человек Текст записывайте Что я вам говорю Потому что вы Сами этого Не сочините Вы уже Насочиняли Родственники Это те люди Которые Нас поздравляют С днем рождения И приходят Когда у нас беда Но если они не приходят Значит плохие у нас Отношения Я единственное Ну я видите Я такой человек Я не посвящаю Никогда Людей В свои Трудности И проблемы Потому что Когда у меня были Трудности И проблемы Я еще не знал Жизни Я ходил И пытался Найти совета Его я не нашел Совета вообще Мы можем Приходить К знакомым Выговориться Мы можем Выговариваться Нам полегчало Но кто Выговаривался В жизни Были такие Когда вы Выговаривались Вам легче стало Для этого За границей Существуют Как их называют Психологические Проценты Психологические Ну как их там Семейные У них называются Это у нас Психолог У них там Психоаналитики Вы приходите Психоаналитик Анализирует Вашу проблему Показывает Почему она возникла Какие есть Варианты Решения А вот Вот люди Выговариваются Им легче Еще Фрейд У него Система была Простая Вы хотите Об этом Поговорить Да Выходите Поговорим Но я В основном Я их В основном Вот этих Психологов На приеме Которые Я их называю Сопливые Жилетки То есть Они Жилетки Для соплей То есть Люди К ним Приходят И шмаркаются Их задача Целый день Выдерживать Вот это Мытье Чтобы Выговаривали Выговаривали Ну день Педал Он сидит Тебя имитирует Чтобы Тебя там Кивать головой У них до автомата Вы не поговорили О том Что вы были Неправы А ваши родственники От вас ждут Когда вы скажете Да ошибалась Да неправа Что делать Вы меня будете Все время Этим попрекать Или же у меня Есть шанс И послушайте Они вам скажут Все время Или есть шанс Юра Слышишь Будешь так говорить Сможешь Круг друзей Это Те которые Когда вы заболели Они Будут искать Где вы лежите Чем вам помочь Понимаете Это друзья Когда вы попросили Помочь Что-то там Крышу Подправить Либо Денег занять Либо Если у них есть деньги Если у них нет денег Что они вам там Но если вы пришли к другу Займите денег Он вам не занимает Но вы никогда Не придавали его Никогда ему Не отдавали Долг А он просто от жадности Это не друг Можете его списать То есть Расчищайте шифонеру От секонд хэта Тогда вы придете Откроете И скажете Слушай Придется Купить новый костюм А если вы открываете Шифонеру А там Все время перезаняты Вам мешать никуда Вы не покупаете Новую одежду У вас одно Шифонера нового Нет другого А там уже места нет И вы уже к новому Не стремитесь Друзья Если друзья Вас не поддержали А критикуют Значит они мало Владеют информацией Мало данных О том Где вы и что вы Значит вы Недостаточно Прозрачно Писать Хороший друг Он радуется за вас Он радуется Что у вас все хорошо Проверьте своих друзей Поделитесь радостью Когда вы приедете С события С семинара С трейдинга Поделитесь Как много новых вещей Вы узнали Либо как Старые вещи Интерпретировали Развернули В другой отвертке Вам показали То что вы знали Но вы это не применяли Вам рассказали Как это применять Поделитесь И посмотрите Как они среагируют Друзья это те люди Которые смотрят С вами в одну сторону Друзья это те люди С кем вы идете на фильм И они с вами радуются И смеются Им нравится То что вы смотрите Но не друзья Которые вы Входите с ним на фильм Вы входит И говорите Класс Да что там хорошего Понятно Это уже не друг Это знакомый Друзья это Мы поехали в Таиланд Мы говорим Ну что На каяках И все на каяках Понимаете Каяки Кто не знает Слово каяки Что это такое Каяки это такая Пластиковая лодка С веслами Там два Три Один И вот мы на этих лодках Вокруг Мысов Оплывали по пещерам Там высаживались На пляжах Это приключение Юра Скобелин Не владея этой техникой Он с Еленой Ивановской Плыл Они переворачивались Я не помню Сколько раз Елена была в шоке Она еще не очень хорошо плавает У нее такие глаза Юра А еще там волна пошла И я в такие арки проплывал Где-то порой бывает Надо вот так Лечь Так над тобой прям потолок проходит Он такой знаете как С шипами Ну наскальные там ракушки Потому что все налипает Ты можешь порезаться просто И Юра с разбега Не попал в этот Проем Как обычно А потом попал Но перевернулся все равно К стенке произванились Так Кулы Елена Ивановская Ладно там песчаный пляж И кто так переворачивает А тут еще Представляете Такая Ракушки Какая знаете Среда вокруг Серьезная такая Тяжелая Брутальная Тут порезаться можно Тут вода темноватая Тут эти Юра кричит Огурки Есть Огурки Ну и там есть Но они как бы чуть-чуть дальше В море Близко как бы послывают Тут всякие краблы Над головой И тут она вдруг переворачивается Из этого тихого Уютного места Где-то над водой И ты в воду И каяк под ног кверху Короче вещи У Юры тоже свои такие глаза Это что не надо перевернуть Он понимает Его сейчас заругают Камила уже с такой Я И они крепут Юру Убивать веслами А нам же надо Их еще и посадить Представляете Юрка Неподвижно Он порахтается И этот каяк Всего переворачивает На два два Еще его посадить надо Так мы каяками там Стали плотно Уже делим Юра залазь Юра Как тюлей Скромо Сделся на этот каяк Залез и селся А потом я знал Этот секрет Оказывается В каяках Там такие Резиновые крышки Вверху есть И люди Когда вещи туда кладут Плотно их не прижимают Вода набирается Внутрь Через крышечки Внутрь Получается Там такой баланс Знаете Вода так Бульк Бульк Я уже спрыгнул в воду И так прицепился И за ними плыл Мы там На остров В море Единственное Что он иногда Достает Это планктон Он кусает кожу Пощипывает Ты уже плывешь Плывешь Уже задолбавляет Это планктон Мы высадились Потом уже Юрка Оттуда плыл Но мы вычерпали воду И каяк стал устойчив А потом пошел Тропический дождь И уже Остановили мы Ну уже наши все уехали Мы уже втроем остались Там Окрады И остановила Людмила там Махала Лонг Проплывал Они остановились Мы уже там Пришвартовались И высадили в лонг А с Юрой уже Антука садится Волны такие Знаете Дальше И туман стоит Ничего не видно Юрка плывет в воде Я уже Волны такие Подымаю Ткаяк Уже Я прибился Там к пещерке Там уже нет Таких волн Как бы затишь Раз туда Юра Давай аккуратно У Юрки тоже Глаза Он этих Акул Он все это вспоминает Там все это Влажит Жирность Везде И вот такие глаза Юра Достань Говорю ногами Вначале Туда Иначе Ты сейчас Перевернешь Нафиг Все Человек не может владеть Есть вес Которым ты владеешь Ты к нему привык А есть вес Который тебе мешает Ты как тюлей Ползешь Ручки слабые Юрец Подтянусь Я не могу Значит Не владеешь Это не твой вес Ты должен подтянуть Свой вес Это что будет Когда ты на скале Будешь на земле А? Мы-то по столам Лазим Представьте себе Мы болезли на скале Пальцами Где-то и пошел А ты У тебя на подтяжках Какого-то там Которым там В нашей команде Так только И с нами отдыхать У нас только так У нас вот так вот Нележат на жезлонке Перпо посадку Каяки Тысячку вочек От километров Десять Прогуляешь И он сидит такой А мое мнение Такое Какой вывод Я могу сделать В этом году Если я буду Слушать его мнение Я дойду До его положения У людей есть Не мнение У людей есть мысли Мысли готовы послушать Мнение нет Мнение Это уже знаете Как резюме Это как Закон То есть постановление Понимаете Мнение Вот сейчас манера У молодежи пошла такая А у молодежи мнение Ты где живешь Ты У родителей Ты где учишься В институте Кто оплачивает У родителей Ты работаешь Не я четко ту работаю Я тусю По ночным клубам В зачетках Там хвосты заношу Все это решаю За Деньги родителей Но у меня мнение Как вы думаете Он имеет право Мнение свое Вот сейчас высказывать Нет Его мнения нет Его еще не существует Как личность Я мнение буду слушать Лишь тогда Когда он будет Помогать своим родителям Если он Уже лет 25 И он еще Родителям не помогает Это ладно Еще становление Но если ему 30 А у него все хорошо Он еще родительный Это уже проблема Но если ему 30 Он развелся А там еще какие-то проблемы Это понятно Родители подхватят Потому что Ну что я попал в кризис Он еще и идет В какой-то ситуации Или в 35 Но если нет кризиса А если ты стабильно В кризисе То уже нам Мозги включать До 15 лет Люди учатся До 30 лет Набираются опыта А после 30 лет Выстраивают бизнес Понимаете Ну нишу какую-то В жизни занимают Тогда вы Можете жить спокойно Но если вы все время Носите рыбку Они без вас не смогут Существовать Тогда вы погубили Своих детей Детей родители должны Научить Как в этой жизни жить А не медвежьи услуги оказать Я вам помогу Как один Мужчина сказал Мне понравилась фраза Дочь говорит Папа придешь Мне поможем Он говорит Конечно приду Помогу Только так Я тебе помогаю Огород перекапывать И ты стоишь рядом со мной Я тогда тебе помогаю А если я буду перекапывать То я буду вместо тебя Перекапывать А ты будешь делать там Свои дела Мы будем вместе Я помогаю Ты рядом Потом ты что-то делаешь Я еще помогу А не так Что ты Папа ты это делаешь Это уже указание То есть вот эти вещи Тонкие Не путайте Понимаете А то люди Насколько все это в хаос превратили Что у молодежи У детей мнение появилось В культурном обществе Человек который еще ничего не построил У него мнения нет Ну представляете Сидят инженеры И сидит существо студент Говорит А он мое мнение Вот такое Они ну гляну Ты что Перепуганный что ли Ты что-то построил Покажи сколько мостов ты построил Либо сколько зданий ты построил Дай на работу посмотреть Ну представляете К вам приходит Вы хотите втянуть мебель Мягкую мебель Хотите перетяжку сделать Материалы другого Либо кожей Либо другую кожу Он говорит Я вам сделаю шикарно Ну извините Мы не в Италии живем А в Мухосранске как он Я вот сижу В Мухосранске У нас это фантазия Пойдите Пойдите к бомжам Посмотрите На чем они живут И как вы живете Что вам не нравится То есть Мнение и мысли Это разные вещи Поэтому ребята Что-то выстроите Потом будет мнение Поэтому ваши знакомые Вам ничего не прощают Потому что у вас есть мнение Вы понапаролец Они теперь вам Подзакрытики дают И говорят Вспомни А мы говорим Что ты меня укоряешь Та-та-та Тра-та-та Никто никого не укоряет Просто нам Подают сигналы Где-то совершили ошибку Мы должны двигаться дальше Давайте смотрим Умножение бедного человека Живет воспоминания Прекрасных прошедших дней Совершенно невидя настоящего Вы человеком разговариваете А он задумчивый летает Вы ему предлагаете А он задумчивый летает Постоянно приходит Чем живет богатый Планирует прекрасное будущее Мышление бедного Думает о том Что ему не хватает Здесь смотрите Живет воспоминания Прекрасных прошедших дней У него все время мысль назад Чин-чин Вперед Безнад Назад Думает о том Что ему не хватает Знает Что убеждение материализуется Богатый знает Чего он хочет И он знает Куда он двигается Он Не думает А знает Вещи разные Думает Этот знает Этот воспоминания Этот Будущим Бедный считает Что богатые Не нуждаются в нем Богатый знает Почему богатые Нуждаются в нем Поняли эту тему Кто не понял Скажите Объясню Глуб Какие-то тренинги Посещали Раньше Очень давно Ну посещали Почему они вам Не дали Никакой результат Я считаю Для меня будет Очень рано Потому что На самом деле Давно я находила И просто еще Не думала О том Что у меня вообще Что есть Кто посещал Тренинги Различные Руки поднимите Спасибо Наш тренинг Поднимите руки Кто поднимал руки Наш тренинг Отличается От тех тренингов Где вы были Руки поднимите Спасибо Почему наш тренинг Не отличается От тех тренингов Ты сейчас руку не поднял Смотрите Я все же вижу Ребята Смотрите Ребята У меня Очень зрение Периферийно развито Это из-за боевых искусств То есть Кто занимается Боевыми искусствами Они должны знать Что боец Он всегда видит Что делается По бокам Впереди И четко Находящимся впереди Понимает Что сзади что-то происходит Он очень наблюдательно Понимает Что сзади Он читает невермально Вот эти все сигналы Поэтому я все сигналы Все время замечаю Вы Какими судьбами Я хочу спросить Вот Андрей Киселев Город Витнер Все верно Я хочу понять Что здесь происходит Куда я вообще попал Сейчас происходит Только тренинг Если акцент Ставится на отношениях То здесь никаких Презентаций Не реклам Кто вас пригласил Александр Ивановский Он вам промотировал Сам тренинг Правильно Саму команду Да Познакомиться Понять Что именно Вы тренируете И ваши На данный момент Какие ваши мысли Ну Тренинг еще только начался Поэтому Сформировать полное мнение Какая картинка Начальная Впечатление Очень мотивирующая Нравится Спасибо Андрей Это вы с Германией Прелетели Да Вы с целью разведки Или познакомиться Посетить друзей Вы проводите Сами тренинги Правильно Частично В каком направлении Ну Маркетинговые направления Там Консультативные В области Какой-то Экономики Финансов Или какие-то Мотивационные Просто Я приехал Из Лепсика Собственно Не на тренинг Изначально А посетить друзей Ну Очень рад И приятно Находиться Наша часть Стояла В районе Таухи Совсем ряд Спасибо Спасибо Александр Значит смотрите Очень много бизнес-тренеров И очень много Дилетантов В области Консультатива Да Вообще Знаете Что вода Имеет свойство Слышать И фиксировать Информацию И выстраивать Свою пердинг А вы знаете Что ваша кровь Это тоже На 80% Из воды А мозг На 90% Из воды Знаете Поэтому Любая музыка Влияет На ваше настроение Любая интонация Голоса Приятно Либо неприятно Влияет На ваше настроение На ваше поведение И на ваше отношение К этим вибрациям Которые в воздухе В астрале Происходят Поэтому Энергетика Ваша Она передается В астрал Она считывается От другой энергии Людей И существует Магнетизм То есть Магнетики Такие Плюсики Кминусики Они Примагничиваются Есть Отторжение Поэтому Запомните Мы Отдаем Энергию И мы Примагничиваем Энергию А готовы ли мы Встретить Эту энергию Поэтому Готовы Были Или не готовы Я не знаю Есть В мире Энергетика Которую мы Чувствуем Но мы Ее не видим Но эта Энергетика Видит Нас Она Может быть Материализована Может Нематериализована Но она Есть Хоть Ты веришь Хоть Веришь Это Есть Кстати Вы знаете Что на том Свете Неверующих Людей Нет Вообще Когда Они туда Попадают Они все Верят Они же Видят Невидимое А наше Тело Не видит Невидимого Потому что Мы Замкнуты Вот в этом Коконе Я его называю Который Нас не выпускает Из рам Этот Кокон Лентяй У кого Есть такое Оспаривание Внутренний Голос Говорит То А внешний Говорит Нет Поднимите Руки У кого Все время Идет Борьба Так вот В Библии Это написано Эта борьба Будет у нас Ити до конца Наших дней Это называется Плотской Человек И духовный Человек Вот эти два Человека В нас Живущих Борются Друг Но как правило У людей Слишком много Плотской Человек Обеждает Мнение Характер Она создавала Религии Кстати На белом свете Я уже И пальцы Не успеваю Загибать Сколько Их Понимаете Создатели Один Религии Много Трактований Я сейчас Я Хотите узнать Это элементарно Я вам назову Оно слово А вы мне Своё мнение Расскажете Ассоциацию По этому слову Я буду иметь Ввиду одно А вы мне Расскажете Другое Хотите попробовать Хорошо Собачка Какая Ассоциация Ассоциация Какая Небольшая Собака Сверяющая Хвостова Цвет Какой Желтый Какая Собачка Собака Которая На улице Бетонная Цвет Черный Есть Собачка В ассоциации Большая Крещина Маленькая Белая Уф У меня тоже Только она Еще на задних Папках Ходит Пусть будет Немецкая Чепрачная Или Цвет Черный Рыжий Черный Ассоциация А можно я Собачка Говори Вот в тот момент Когда вы сказали Собачка Я посмотрела Собаки И собачка Может быть На замочке А есть Еще собачка В компьютере Собачка Ясно Поэтому Когда говорят Бол Бол У людей Своя Ассоциация По религиозным Соображениям Когда вы говорите Бизнес У человека Своя Ассоциация Варюги Хапуги Вы должны Понимать Что у людей Есть свое Что-то там В голове И вот смотрите Жизнь одна Уши Голова Два уха Один рот Нос Глаза Просто разные Лица Почему они живут В разных Мышлениях Если человек Говорит Ой Сейчас кризис Придет Сейчас Есть нечего Сейчас я Бедный Сейчас меня С работы Уволят Что он Притягивает Что происходит У него Кризис Есть нечего С работы Уволят Ну хорошо Давайте развивать Эту мысль Почему так Произошло Некоторые скажут Ну это так Это совпадение Какое совпадение Всем видам Лица Когда он Общается С людьми И я вам Сегодня зачитывал Вспомните 85% У людей Успеха Это Отношения А 15% Это уже Внешний вид Как вы Выглядите Как вы Там Не знаю Какой макияж Какой магнитур На чем вы приехали Какой ремонт Это 15% Картин К вашему успеху А 85% Это Как мы Разговариваем С людьми Как реагируем Что полезного Мы им дадим Почему богатый Человек Знает Почему В нем Нуждаются Потому что Он знает Чем он Им полезен О чем Думает Бедный Богатый Не нуждаются В нем Он поэтому Не стремится Над собой Работать Поэтому Бедные люди Вообще Видели Как бедные Люди Заходят Они вот так Вот Они вот так Заходят Где-то В комнату Где все люди Сидят Раз Так раз Такие Опа На такой Измене На таком Прогевоне Они так смотрят Кто на что На белый На зме На зме Белые Красные На Вообще На Сидит За Мужиком Вот И На Меня Смотрят Кто это Сектант Какие-то Нельзя 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 Ноги убрать Выйти Человек Идет Существо пухнет Туловище Он идет В зал Следующий момент Я периодически людей Прошу Если поднимаешься В зале В культурном обществе Когда идет концерт Либо оно тебе приспичало Концерт идет И тебе вторичек Шнурки завязывают И ты такой Раз Ты должен вот так И почему на носочках Чтоб не было слышно Твоих шагов Не отмекать на себя И когда ты вот так Что ты показываешь Неберпаль Уважение к людям Что я не хочу вам мешать Что делают Существующие Психотипы Такие Организмы Они вот так вот Стоют так Че потянулся так Ему плевает На вашу мнение Он понимает Понимает что Он понимает что Неправильно делает Но он должен Показать достоинство Как вы думаете С этим человеком У него будут сделки Его зафиксируют Богатые люди Четко видят С кем они заключают Контракт Как он себя ведет И стоит ли на него надеяться Если у него слишком много Эмоций и мнения Этого человека Легко выбить Из бизнеса Очень легко Ему можно много Создать ситуации Где морально Его можно вышибить Просто взять И создать Искусственную ситуацию Думает Думает как побольше Сэкономить А богатые думают О том Как больше заработать Бедные берут кредиты И вот дальше Бедный человек Смотрите что делает Убежден что деньги Растут линейно Чтобы удвоить заработки Нужно вдвое больше работать Линейно Вы понимаете Слэн Да Богатый человек знает Что деньги растут В геометрической прогрессии Что умело Используют Финансовые рычаги Для умножения капитала Богатство Это не работа Богатство Это организация Бедный человек Он все время работает Ищет работу Богатый человек Он организовывает работу Здесь мы вас учим Организовать Работу денег Деньги любят Плодиться И размножаться У бедных людей Их мало Значит они плохо Плодятся И размножаются У них плохое настроение С ним У богатых людей Их много Потому что Они знакомят деньги С другими деньгами Эти деньги Плодятся И размножаются Он получает Свои дивиденды И проценты Вот Богатый человек Всегда ищет партнеров Кого заинтересовать Темой Бедные люди Все время говорят О деньгах Богатые все время Говорят О тематиках О идеях Богатые люди Думают Как Складить Более Большее количество Людей Партнеров Как больше Работы Людям дать Богатые люди Думают Бедные люди Думают Как бы Урвать Побольше денег От этих Богатых людей Я могу вычислить Если человек Говорит неправду Ну во-первых Он взгляд отводит Влево Вправо Вверх Вниз Я за ним наблюдаю Что он начинает делать Плюс Человек Который говорит Неправду Он быстро Не ответит Он раз И начнет Искать Искать Понимаете Вот Когда человек Сюда Влево Смотрит Вниз Это он Ищет Текст То есть Который Есть Он Вспоминает Когда человек Смотрит Куда-то Раз В сторону Там Вправо Все Он начинает Выискивать Как бы Обмануть То есть Это полушария Работает Есть Творческая Да За Божество Отвечает Есть За Логику Отвечает То есть Есть Творческая Полушария Отвечает Поэтому Нужно Смотреть Через Что Человек Смотрит Сюда Внутри За Этим Нужно Наблюдать Ну Вам Это Не Нужно Если Вы В этом Вещат Не Профилируете Я Вам Единственное Посоветую Быть Очень Наблюдательным За Собеседником Вы Можете Человека Прочитать Который Врет Хорошо По-другому Человека Который У Которого Стресс Либо Кризис Отличить Богатого Человека От Бомжа Все Форма Одежды Запах Да Вот Вы Начинаете Считывать Вы Можете Человека Здоровый Ведущий Здоровый Образ Жизни От Пьющего Человека Отличить Его Видно Начинайте Усложнять Наблюдение Посмотрите По Допустим По Человеку Какой Доход У Человека Богатый Человек Средний Человек Среднего Либо Бедный Бедный То есть Уровень Жизни Богатые Люди Это Премиальные Классы Автомобилей Богатый Человек Он и Выходит Из Автомобиля Достаточно Уверенно Богатые Люди Это Хамы Или Нет Правильно Это Небогатые Люди Это Воры Вы Должны Понимать Богатство Бывает Смоделировано А есть Богатство Человек Стырил Ну ладно Хоть чиновник Он какие-то Институты Там Заканчивал В обществе Каком-то Знаете Извините Простите А есть Которые Стырил Вообще А он Единственное Не смог Украсть Воспитание Ну Слышишь А там Это Ну Сюда Иди Чепушило Какое-то Прошло Нарисовалось Как елка Нарядилась И стоит Там Ну По грани Ходит Называется Пока Его там Где-то На место Не поставят Богатые Люди Важными делами Бедные Занимаются Срочными Делами Срочные Я вам Сказал Да Вот Все Вот Эта Вся Суета Богатые Люди Занимаются Отношением Бедные Люди Занимаются Бытом Быто Это Вот Вот Это Вся Суета Которая Там Да Мне Некогда Тебе Прийти В гости Ну Приходи В гости Мне Некогда Прийти В гости Вы Богатый Приходи Приходи Это информация. У бедных постоянно нет информации. У них информация – это телевизор. Телевизор – это заказуха. Кого? Тот, кто владеет этой телевизионной компанией. Ему говорят, что нужно говорить, что нужно транслировать. И он через телевизор эту информацию транслирует. Средства массовой информации на данный момент очень популярны. Октябрьская революция. Ленин, который там замутил на деньги немцев. Немцы его там финансировали. Что первым делом они захватывали в городах? Телевизор. Какой телевизор? Телеграф. Телеграф. Они знали, что захватив телеграф, они захватывают в связи с массовой информацией. И все. Вот они никому не позволяли ничего там распространять, они только сами распространяли. Люди понимали, если телеграфы захвачены, и все, город наш, тот город наш, что? Страх. Там они, там они. Чью, говорит, нужно сторону принять? Тех победителей, которые победили. И они принимали их сторону. Очень просто манипулировать людьми. Христиане о чем желали? Земли им дай. Дай мне мою землю, я буду ее обрабатывать, у меня будет семья обеспечена. Правильно? Что они пообещали христианам? Землю. А рабочим? За годы. Все просто. Так как интеллигенции было мало, больше христиан и рабочим, вот на них акценты поставили. Кто делал революцию? Молодежь. Почему? Революция строится на молодежи. Потому что молодежи терять нечего, у них ничего нет. У них только лишь максимализм. Не воспитать можно. Конечно, можно воспитать. То есть элементарно, понимаете? А зрелость людей, на них революция не строилась. Их только могли поломать и запугать. И шантажировать. Партнерство у богатых людей. У бедных нет никакого партнерства. Вот здесь пробел полный. Пяти у них нет, но они этим не занимаются. У богатых людей дружба. У бедных тоже есть дружба. У богатых людей договор. У бедных разбирательство. Богатый человек, он понимает гибкую сторону, нужно договориться. А бедные не понимают. Они все время разборки у них. Разбирательство. За 20 тысяч рублей. За 20 тысяч рублей, да. Искренность. Потому что богатые люди, они знают, что они должны быть открыты. Если их заподозрят, сделки не будет. Бедные люди, у них лицемерие. Лицемерие все понимают, что такое? Совсем. Намерил другое лицо. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Они все время имитируют уважение. Вот. Поэтому ценность у богатых есть. У бедных оценивание. Вы все понимаете, о чем я? Да. Бедный человек, он все время оценивает. Он сидит в зале и оценивает. Считает, достал счет и считает. Он оценивает человека. Да, считает. Не так сказал. Не так он сделал. Понятно? Вот это вот бедность мышления. И, кстати, в бедных людей, тех, кто оценивает, в них не входит информация. Если ты сидишь, оцениваешь того, кто тебе что-то советует, в тебя же не входит информация, не поступает. Александр, вот по оцениванию, а разве это плохо, если ты посмотрел на человека, видел, что что-то не входит? Оценивание и анализ — это разные вещи. Решительность. Богатые люди — очень решительные люди. Бедные люди во всем сомневаются. Поэтому, если вы слышите, да? Я сомневаюсь, я не уверен. Теперь смотрите по вот этим критериям, на каком берегу находится ваша знакомая, с кем вы разговариваете. Я никогда не сомневаюсь, я задаю вопросы. Чего мне сомневаться, если достаточно ничего не знать? Я позадавал вопросы, посмотрел, как человек реагирует. Тогда уже какие-то выводы делал. А как это делать выводы, если ты ничего не знаешь? Я вам сегодня предлагаю со мной пойти на экстремальных спусках, на самых высоких полетах. Головой вниз, вверху. Нет, головой ты не полетишь. Там тебе не разрешат, ты убьешься просто. Там очень сильная скорость бешеная. За 12 секунд я вылетаю оранжевую, за 6 секунд красную. Я не знаю, сколько этажей там летишь. Ты головой убьешься сразу, тебе говорю. Ногами просто прижимаешься, никаких у тебя нет. Ты вот так вот, лежишь просто. Не маши руками, за 6 секунд уже сколько этажей там летишь. Так что сегодня пойдем 22 метра. Пойдем сегодня попробовать. Такое прелестное ощущение. Кто-нибудь можешь мне сказать? Это у вас секта? Сектанты говорят часто. Скажите на меня, вот, тихо, вот он говорит. Ну ты расскажешь, у вас секта у вас такая. Где? Ну вот там где-то рассказывают, что у вас какие-то школы проходят, кто там собираетесь, что там делаете, деньги скидываетесь, где-то шутки отбираете у кого-то. То есть это плохо так, понимаете? То есть спортом занимаетесь, путешествуете, где-то деньгами собрались, что-то там купили, куда-то поехали, это плохо, это секта, да? Ну вот эти вот собрания непонятные, оно на секту похоже. Я понял. У тебя есть друзья? Ну да. На праздник собираетесь? Ну. То есть сектанты, да? Дай, не скидывайся. На рыбалку поедали? Понял. Сектанты? Да. Ну все. Ты сектант, я сектант. Романы сектанты. Так. То есть вы заметили мою манеру отвечать на вопрос? Где у вас же помощники? Что, где, когда, как? Что я сейчас делаю, когда мне задают вопросы? Я уточняю. Вы когда-нибудь с евреями встречались в жизни? Да. Вы задавали прямой вопрос, получив прямой ответ? Нет. Вот вам ответ. Евреи это малая нация, но нация, которая везде. Как в КВН, да? Центка была. Араб, почему Армения такая маленькая? Армения по всему короче милу. Армения такая маленькая страна, Армения по всему. Армения это не страна, Армения это офис. Итак, жадность или экономия? Как отследить, где эта граница? Ребята, жадность и экономия, ну, как жадность отслеживается? А жадность это, когда не делится человек. Ну, не делится. Ну, вы скидываетесь на что-либо, а он не скидывается. Это жадность. Экономия это, когда он себя отказывает в чем-либо. Ну, знаете, купите там новую, там, туфли, пока эти не стерлись, там, коньки не доносил, там, или еще что-то, да? Мама купит сандалики, коньки еще не сносила. Вот. Вот это экономия. А жадность это, когда скидываемся на что-либо, на подарок, а человек опы слинял. Вообще, вы понимаете, что такое видеография или нет? У нас на Донбассе, когда война началась, хохлы, они же вообще мурые. Анекдоты же не даром, я вам сейчас анекдот, хотите, расскажу. Один из последних. Попали на остров, ну, такой взрослый анекдот. Женщины же тоже, как бы, я буду такие матершинные слова отпускать. Не отпускать вслух, а чуть-чуть их по-другому интерпретировать. На остров попали, там трое, французик, русский, богатенький и хохлоп. Ну, хохлоп, вы понимаете, да, они хозяйственные люди. Говорят, Кума, у вас есть СПИД? СПИД? Ну, я не знаю, что-то такое. Я могу поуправить, он говорит, не разумеет, что-то такое, но вы не поймете, о чем я. Я не понимаю, что это такое. Но если и есть, то так, чуть-чуть, типа, для себя. Он не понимает, ну, если только найдется, то это что-то для себя осталось. Так вот, на остров они попали, короче, и тут вас такое племя их такое окружает. Вот, а мы племя ледоедов. Значит, условия такие, три условия. А. Вы откупаетесь тысячи долларов. Б. Вы съедаете мешок соли. И. Ц. Наша племя имеет вас в задницу. Вот, и когда ты имеешь, тогда, как бы, я не знаю, если вы какие-то условия не исполните, мы вас сожрем. Так что вот эти три условия, это выбирайте сами и сожрем. Ну, русский говорит, пацаны, вот три штуки баксов, все нормально, я за свою жизнь как бы не жадный. Они его на корабль посадили со своей почестями и на большую землю отправили. Цыгане, ну, там, пели песни, короче, доволен. Чувак, отпустили. Французик так глянул, говорит, племя у вас, смотрю, небольшое. Все его. А племя-то, короче, француза тоже отпустили, отправили. Пихо пол такой. Мешок соли давай. А не раз, таки, мешок соли, он начал жрать, давится, пена там сушает, там все льется. Он жрал, пол мешка сожрал. Говорит, все, нам можно, угадай, нам можно, что это такое. Они забрали, короче, говорит, давайте племенем своих меня иметь. Они его имеют, он после там катау кричит, все, нам можно, жопа, полны, пошли вон, посли. Давай мешок соли. Они опять мешок соли подвигают, он опять там хапан, хапан. Все, они могут, на, из кармана доставить деньги, да подавитесь вы своего заслона. Вот это как вы, чтобы вы знали. Я среди них жил. Поэтому, что такое видеография? Тогда к нам на Донбасс заехали, типа, пол-турок, которых на день. Кстати, там все было просто. А там все было шоу организовано. Заехало там, сколько-то человек. То есть автобусы курсировали, под 200 человек завозили в город, на площадь собирались. Они там, то ли бабушка упала, то ли еще что-то. А что вдруг было, ну, к этому вначале? Почему она упала? Это все вон. Человек снимает, он знает, как это все можно состряпать. Бабушка могла споткнуться, а там, блин, нечаянно. А там, бах, обмотаться с дубинкой. И как бы это, агономец там намернул, понимать, там можно вот эти все вещи вытворять. Там наслаивать с других лет, с других ситуаций. Там все это видеография. Так вот, когда у нас бойня пошла, там есть такая, лайф-нюс, кажется. И это российская, да? И там прикол был. Она использует на экране такой прозрачный фон, лайф-нюс, он идет тут, картинка и лайф-нюс. Как мы что делаем? Они выхватывают, то есть, журналистов на этой стороне не было. И у этих идиотов даже в Киеве не родилась мысль, откуда у них, блин, информация. Ну откуда вот эти графики вся идет, если их на какой-то стране нет в видеосъемке? Откуда идет видеосъемка с Донбасса? А им это не надо. Им лишь бы вот то, что казалось по телевизору, вот и правда. Бак, дом разбомбили. Стоит бабушка, что ж они наделали, где ж я теперь жить буду, понимаете, то-сё, тра-та-та-та. Столько лет копило, как же теперь жить, все горит, там те погибли. Но она-то имеет в виду, что те полутурки шмалянули хохлы, и раз попахали в ее жилище попало. И она же говорит, что ж они надели, она же свое, говорит. Эти журналисты снимают. Хохлы выставляют картинку. И перед картинкой российские оккупанты зашли в город, начали стрелять по мирным жителям, разбомбили жилье. И вот посмотрите, что бабушка говорит. Что ж они наделали, где же теперь жить будут, т-та-та-та-та. Понимаете, что такое видеография? Хотите знать, как делаются черные-белые пиары? Сейчас. Кто? Я. Сейчас сюда зайдет человек, который аферист. Он в розыске. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Геннадий Благовестный. Я гост города Казань. Очень рад вас всех видеть. У меня есть для вас интересная программа. АПЛОДИСМЕНТЫ Стой. Что? Какое ощущение? Кто хочет поучаствовать? Какое ощущение складывается после того, как я вам промоушен дал? Недоверие. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы настроили просто. Да. 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 Выходим, я тебя сейчас позову. А кто вам нужен негатив? Я. Ваши знакомые. Когда ничего не понимают и даже не слышали, они заранее делают выводы, потому что им уже это общество накрутило. И вам обидно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Геннадий Благовестный. Я гость города Казани. Очень рад вас всех видеть. Приятно смотреть. Радостные лица, довольные. У меня для вас есть ценная информация. Все, спасибо. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Что, такое ощущение? Все-таки он аферист. Какое ощущение? Сразу внимательно. Сразу внимательно. Сразу внимательно. Поэтому, ребята, нам очень серьезно, нами серьезно манипулируют информация окружения. Живите, пожалуйста, своей башкой, своей головой. Потому что именно ваша мама в вас верит и мечтает, чтобы у вас все было хорошо. А вы идете на поводу, разгильдяяя, который никогда вам руку помощи не протянут. Это вы должны быть героями. Это вы должны подниматься с колен. И если вы упали, поднимайтесь ради родителей. Если не любите себя, любите родителей. Они вас родили, они переживают. Это особенно мама, которая помнит, как вы рождались, помнит, как вас вынашивало, помнит, как вы мимо горшка какали, помнит, как вы лоб били, как она переживала, не досыпала. И вдруг вы тут начали жить чужим мнением. Кто вам сказал, что вы должны предавать собственные мечты? Кто? Кого вы боитесь? Плюньте тому в морду так с разбега. Приехали с тренинга, а он только ругал. Тьфу, шел в морду. И ты, тьфу, три раза. Я видел того Сашу, который никогда никого не боялся и не сдавался. Я был на разных разборках. Но я единственное знал, что я должен уважать людей. Я никогда не говорил, вы шли вон отсюда. Я всегда говорил, я прекрасно вас понимаю. Я знаю, что вас много. Я знаю, что вы меня сейчас порвете. Но я знаю, что на моей стороне правда. Я знаю, что вам что-то не понравилось. Вы мне конкретно скажите, что, и мы найдем тогда точку соприкосновения, чтобы не пересекаться, не раздражать друг друга. А так вы меня победите. Что меня побеждать? У вас толпа стоит против меня. Если кто-то реально против меня что-то ему не нравится, что я вообще живу, давайте раз на раз. Никто не вышел раз на раз. Ну и толпа меня не замесила. Потому что там был лидер в толпе. Он сказал, слышишь, а, блин, нифига себе, он смелый, нормальный мужик. Ты что? Конечно, мы его сейчас затопчем. Саша, давай договоримся. И мы договорились. С кавказцами я разбирался. Поэтому, ребят, ну, я не знаю, как вы живете. Я не знаю, сколько у вас жизней. Во одной жизни я буду мстливым, во второй жизни я буду угождать тем, а в третьей жизни я начну жить. Вот ваша жизнь, ваш шанс. А кто верит в перерекарнацию, может быть, вы в той жизни не будете уже человеком. Кого в этой жизни обижал, тем и будешь. И на окошку будешь кошкой. И почувствуешь, что это такое. Может быть, в Библии недаром написано, поступайте так, как я делаю, чтобы с вами. Если кого-то обидишь, тебе-то вернется. Я не знаю, как. Я же не Бог. Но почему-то через меня идет эта информация о людях. Почему-то я им постоянно напоминаю о том, что мы живем, и надо думать, как ты живешь. Продолжение следует...